Борисовна, поглядишь, мне вот платёжка пришла. Ну, сроду столько за свет не платила. Может, нахимичили чего? Ну, и мы столько платим. С того месяца ещё тариф повысили. Не слышала, что ли? Не слышала, значит. О, твоя идёт. Опять полные сумки тащит. Повезло тебе с невесткой, Борисовна. Сама тащит, сама ест. Мне много не надо. Здравствуй, тётя Паша. Здравствуй, Любонька. Анна Борисовна, я сейчас её быстро приготовлю. Задержалась. А я вот не пойму, Борисовна. А ты сама-то на рынок совсем не ходишь? Всё на Любку повесила. Она молодая, сила много. А я не затем на пенсию выходила, чтобы спину гнуть. Хорошо устроилась. Не завидуй. Зачем потрошёную купила? Мороженое же дешевле. А это по акции ещё дешевле вышло. А это что? А это, представляете, фермеры с Кубани. Уезжали и по дешёвке всё отдавали. Гнилые, что ли? Да почему гнилые? Я всё проверила. Ой, чуть не забыла. Так, эти на жизнь. Остальные в коробочку. Копим-копим. А потом, Фить, чужому дяде отдавай. Почему чужому дяде? Это ж на учёбу. Другие бесплатно учатся. Да, не повезло. Два балла не хватило. Ну, а так училась бы, Лерка, бесплатно. Ну, мы же не одни такие. Там полкурса платят. Когда есть будем? Сейчас, полчасика все готовы будут. Да. Не понимаю. Как годовой баланс сводить? Ну, никак не сходится. Угу. Ну, конечно, не сходится. Надо было это с этим поменять. Ну, так надо было. Ну. Ну, подожди. Блин. Экономика такая нудная. Надо было на психолога поступать. Девки сказали легкотня. Я тебе дам психолога. Что это за профессия такая? Я сорок лет главным бухгалтером отработала. И тебя в хорошее место пристроим. Только учись. Ты чего? Я учусь. Вот и учись. Вот и учусь. Здрасте, Анна Борисовна. Здрасте. Любка, скажи, тебе можно дозвониться или нет? Весь вечер звонила, смс-ки посылала. Не алло. Телефон опять разрядился. А я так и думала. Ты когда тебе уже новый телефон купишь, а? Нормальный. А ты чего сидишь? Собирайся. У нас новая шабашка. Срочный заказ. Быстро, быстро. Давай. Нам еще на другой конец города ехать. В новостройке. Я не могу так сразу. Мне нужно еще завтрак приготовить. Давай через полчаса. А они сами справятся. У нас горит. Правда же, Анна Борисовна? Вы же сегодня справитесь. Сами, да? Анна Борисовна, там же еще курица в холодильнике. Пошли, я сказала. Это скажет спасибо моему Ваньке. Он услышал, как его шеф про ремонтные бригады спрашивает. Ванька ему нас так разрекламировал, что же он сразу ключи от квартиры отдал. У хозяина квартиры аптеки по всему городу. Понимаешь уровень? Сегодня поеду задаток брать. Поперла-то, как подруга. Маня, откуда бригада-то? Мы же с тобой вдвоем. Серегу плиточника помнишь? Да. Ну вот, он мне обещал хорошего электрика подогнать. Я ему вчера уже вызвонила. Почетвером будем. Так что я теперь как есть бригадирша. А как же вчерашняя квартира? Про ту вообще забудь. Мы свой аванс с головой вчера отработали. Пожрать некогда было. Найдут кого-нибудь. Нет, так нельзя. Ну вот они. Серега, что-то я волнуюсь. Тут я не тушусь, как всегда. Все будет нормально. Маня свой человек. Давай. Ага. Любаня, привет. Привет, Серег. Привет. Здрасте. Потом познакомитесь. А где дом-то? Найдем. Давай. Маня, какие розы. Да, садовники постарались. Ну что, давай знакомиться? Тебя как звать-то? Самир. А ты откуда? Ну, приезжий или как? Я из Ташкента. У тебя опыт есть вообще? Маня, ты сама еще будешь бегать за ним и везде звать. Еще я за мужиками не бегала. У меня и свой есть. Это Любка у нас одинокая. А ты сам-то семейный. Жена, дети. Не успела еще. Это же наш вариант. Люб, слышала? А? Я говорю поближе с коллективом. Иди познакомься. У нас новый человек. Самир. А это Люба. Очень приятно. Очень приятно. Вперед. Маня, мне так пахнет. Да. Так. Слушать сюда. Это дизайнерский проект. Хозяин передал. Оставляю на видном месте. Изучите потом. И никакой мне сам... самодеятельности. Успела уже? Замазывай давай. А то хозяин придет с проверкой. А тут твои художества. Сереб, потом посмотришь? Давайте за деньгами. Пока я добрая. Туши. Ты у нас новенький. Поэтому сразу объясняю правила. Заказ пришел через меня. Поэтому всегда удерживаю свой процент. Вот столько. Понял? Понятно. Спасибо. Ты не волнуйся. Я с них тоже удержала. Маша подруга могла бы не брать. Чего? Это бизнес. Да, Люк? Да. Бизнес. Ну, вот. Замазывай. Это что? Это она всегда так. Типа фирма. Вообще хорошо, что с Любкой попали. А она хватка и характер легкий. И то, что маня, то лишь бы поорать. Это очень красивый рисунок. Жалко, что придется замазать. Он все равно останется. Мы же знаем, что он здесь. Все, девки, пока-пока. До свидания, Люба. До свидания, Маня. Спасибо вам большое. Ага. До свидания. Мань, ты, кстати, связалась с хозяевами той квартиры? Ой, хорошо, что напомнила. Это, конечно. Да забыла я позвонить. Слушай, там оставалось совсем немного. Давай сейчас съездим, да все доделаем, а? Я что, с дуба рухнула? Я и так еле на ногах стою. Я не двужильная. Ну, давай тогда я сама съезжу, да все закончила. Решила две шабашки разом срубить? Ну, смотри, не надорвись. Тогда с хозяйкой сама договаривайся и остаток сама с нее получишь. Ладно. Удачи. Не спишь? Я тебе молоко принесла. Мама. Мама. Чего тебе? Соскучилась. А что ты учишь? Ты все равно не поймешь. Мам. Ну, ладно. Тогда учи. Не буду мешать. Спокойной ночи. Анна Борисовна, доброе утро. Вы меня простите, что вчера так получилось. Дня два-три, а потом мне не буду так поздно приходить. А дома опять, значит, на мне? Я вам служанки-то не нанималась. А вам только разогреть. Я уже все приготовила. А свежий хлеб Лера купит. Да, Лер, не забудешь? Ну, что, еще в институт с Авоськой идти? Ну, можно же после занятий купить. Задолбали. Я пиццу себе закажу. До дверей довезут. Лера! А чему-то удивляться? Ты для нее не авторитет. По ночам только и видит. Пятный ребенок. Без отца и без матери выросла. Вот и терпи теперь. Ну, я же для нее стараюсь. Чтоб она ни в чем не нуждалась. А ты мне тут не жалуйся, не надо. Родила, обеспечивай. Может, ты и меня куском хлеба попрекнешь в моем доме? Нет, милая моя. Это ты меня должна благодарить, что не выставила тебя на улицу, когда сына похоронила. Пожалела. Но свою голову. Люба, у вас что-то случилось? Ну, все в порядке. Аллергия на краску. Глаза режет. Сейчас пройдет. Гляжа, он к тебе уже клини подбивает, да? Ну, приглядись. Правда же симпотный. Вдруг что получится? Маня, не глупи. Он очень молодой. Так это же хорошо. Я бы даже не думала. Бери, пока подкатывает. Бери сама. Мне не надо. А я бы взяла, если бы не можешь. Моя-кергор. Академия. Гимон. Академия. Я бы. Я бы. Моя-кергор. Это мне? Зачем? Просто вы очень грустные всегда. И хочу, чтобы вы порадовались. Возьмите. Представляешь, Самир, мне еще ни разу в жизни не дарили цветы. А муж? Простите меня, просто Сергей сказал, что у вас был муж. Никогда. Три с половиной года прожили, и ни одного цветка. Даже на 8 марта. Даже на свадьбу? А у меня в ЗАГСе был пластмассовый букет. Там у них стоял какой-то пыльный, жуткий. И мне дали, чтобы фотографироваться. А у меня началась аллергия на пыль. И как, давай чихать. Муж ругается, а я чихаю, чихаю, не могу остановиться. Все невесты красивые. А у меня глаза красные, нос красный. Очень красивая роза. Спасибо, Самир. Эй, вы! А ну-ка давайте все шуры-муры свои только после работы. Ты че шумишь? Да вон, спугнула тут некоторых. Завидуй молча. Черт. Ладно, все. Иди работать давай. Стены сами себя не покрасит. Сейчас только розу в воду поставлю. Ну поставь, поставь. О, явилась. Посмотри, что тебе надо, остальное выбросим. А что вы делаете? Порядок в квартире навожу. Решила вот зимние вещи в шкаф переложить. Там столько хлам собралось. Что за шум? Прикольно. Вы решили барахолку открыть? Нравится? А чей-то? Мой. Да ладно. Ты так круто рисовала. Ой, это еще не круто. Это я так в школе руку разрабатывала. А чего ты мне никогда не показывала? Не знаю. Я давно его уже убрала к старым вещам из детского дома. И сама забыла. Нет, ну ты прям художница. Художница. Стены красить ума много не надо. О, откуда цветок? Ой, правда. Кто подарил? Никто. Сама себе купила. Захотелось. Я остаток денег за предыдущую квартиру получила. Мы там закончили. Так что буду теперь раньше домой приходить. Деньги получила? А что молчишь? Давай сюда. Я смотрю, деньги завелись. Сразу транжирить начала. Так, пока не разделай все это на мусорку выброси. И полы здесь надо помыть. Еще мы пыли не дышали. Красиво. Правда? Угу. Так, я не поняла. Рабочий день уже закончен. Я еще немного задержусь. Любаня. Чуть-чуть. Выйдите. Ладно. Пока. Пока. Луба. Луба, можно я вас провожу? Зачем? Я еще там в магазин собирала зайти. Ну, тогда я помогу. Ну, пойдем. А что вы будете покупать? Да мне надо овощи купить. Я буду сух варить. Ну, дай я что-нибудь понесу. Не-а. Нехорошо, чтоб женщины тяжести носили. Мы идем. От самого рынка ты ни разу не отдохнул. Руки же устали. Ничего. Мне полезно. Я совсем спорт забросил. Мой тренер из университета меня бы застыдил. А на кого ты учился в университете? А, тоже на тренера? Нет. У нас была университетская команда. Нас на соревнования посылали. Вот. А так, по диплому, я переводчик с французского языка. Да. Но переводчики у нас зарабатывают мало. У меня отец, сестры, надо помогать. Вот. А здесь я хорошо зарабатываю. Ты знаешь французский? Bien sûr, pourquoi pas? С ума сойти. А как же тогда ты стал электриком? На это же тоже надо учиться. У меня отец электрик. Он в театре работает. Он меня и научил. Да и вообще французский язык я тоже в театре впервые услышал. К нам привозили спектакль из Парижа. И тогда ты решил стать переводчиком. Уи. Маньке скажу, пусть повышает зарплату. Ага. Да, чего? Знаешь, она очень уважает образованных. Да. Спасибо. Спасибо, что помог. Дальше я сама. Я донесу. Нет, нет, не надо. И давай договоримся. Больше никаких цветов и не надо меня провожать. А я думал... Нет. Хочешь откровенно? Посмотри, сколько вокруг молодых девочек. А мне знаешь, сколько лет? У меня дочери уже двадцать. Так что живи и радуйся, пока ты молодой. Давай не будем смешить людей. Спасибо, что помог. Ну иди. Иди, иди. До свидания. Ты головой своей думаешь хоть? Что за крики? У вас с улицы слышно. О, полюбуйся. Твоя мать связалась с гастарбайтером. Привела его прямо под окна. Ну, чтоб все видели. Стыд, а ты ищи. Самир... Самир просто меня проводил. Он помог вещи донести. Неужели это преступление? Так, а Самир это кто? Мой новый папа? Лера. Анна Борисовна, да ему всего тридцать лет. А что? Это нормально, когда взрослых женщин и молодых тянет. Захотелось приключений на старости лет? Лера. Я не старая. Ну, что, неужели я, по-твоему, никому не могу понравиться? Конечно. Конечно, можешь. Только ты ему сразу скажи, что квартира не твоя. И посмотрим, как он запоет. Этим приезжим только одно и нужно. От таких дурочек, как ты. Да Самир хороший. Он добрый человек. И что, это так плохо, что я ему понравилась? Ужин готовьте сами. Простите. Что это было? Ты видишь, что происходит? Слово сказать нельзя. Этот хахаль... Не пущу никого сюда, чужого. Только через мой труп. Ба, ну, втюрилась, мама. Ее тоже можно понять. Сорок лет почти. Может, это последний шанс. Понятно, нашелся какой-то жучара, а наша простушка уж-то и развесила. Ба, а я знаю, как их можно проучить. Сейчас расскажу. Слой. Ба, ба, ба! Ба, ба! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Ты чё, с ума сошла? Я кому сказала смотреть в проект и сверяться с ним? Ты хоть представляешь, сколько эта краска стоит? Ты за свой счёт будешь всё перекрашивать? Ты поняла меня? Я хотела попробовать. Видишь, так лучше. А тебя кто-то спросил, как лучше? Ты кто такая, чтобы здесь распоряжаться? Ты должна делать так, как говорят тебе. Быстро всё перекрашивать. Так, стоп. Не надо ничего перекрашивать. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Вот перед работой заехал узнать, как у вас дела. Здравствуйте, Антон Павлович. Ну, чего же вы не предупредили? Ждаете? Мы сейчас всё вам покажем. Пойдёмте. А вы сюда не осмотрите. Мы всё перекрасим. Секундочку. Секундочку. Спасибо. А вас как зовут? Люба. Давайте я вам могу. Знаете, Люба, мне вот нравится. Такая текстура интересная, цвет. А почему этот оттенок выбрали? Вы, главное, не переживайте. Секунду. Простите. У вас тут солнце по утрам прямо на стену падает. И я подумала, когда утром просыпаешься, хочется, чтобы глаз радовался. От этого же настроения на весь день зависит. Ну да. А у меня как было... А где проект? Покажи. А, вот он. Поможете? Откройте мне. Серёга, цвет найди. А, благодарю. Да нет, ну как... Конечно, у вас лучше. Конечно, лучше. Ну, а что бы вы ещё здесь изменили? Я бы просто ничего оттуда не брала. Там всё очень унылое. А светлее лучше, да? Светлее лучше. У вас какое-то образование, профиль? Да нет, конечно, у меня образование. Секунду. Я сейчас с Любой говорю. У меня нет никакого образования. Просто я так вижу. Просто. Так, друзья мои. Значит, вы всё делаете по проекту, сверяете с ним, да? А вы, Люба, делайте так, как видите. Мне нравится. Я вам доверяю. До свидания. Антон Павлович, у нас же краска кончается. Вдруг докупать придётся. Да, я чё-то не подумал. Сейчас. Возьмите карту тогда, потратите сколько нужно. Ой, я как-то, ну, не могу с картой. Вдруг потеряю. Наличка как-то привычнее. Ну, хорошо, держите наличкой. Если что-то не хватит, там, позвоните. Будем решать. А, да. На Любу не кричите так больше, ладно? Аж самому страшно. Твою деть, да кому она нужна? Ладно, до свидания. До свидания. Люба так действительно лучше. А то всё серое. Что, вы цыгонила деньги? Какие деньги? А то мы не видели. Ой, если и взяла, то это на краску. Может, не хватить. А то у нас же одни художники вокруг. А про бюджет мы а не должны думать. Ты мне на плитку выдай. Там полквадрата в ванной не хватает. Всё равно надо докупать. Ну, сказала же это на краску. Ты потом напомни. Антон Павлович обещал добавить. Ой. Ты уж не злись. Я говорю, ты не злись уж на меня, что я на тебя как бы наорала под горячую руку. На краску как же. Тут краски весь дом на два раза. Покрасить можно. Захапает. Но это нам ещё повезло, что Антон Павлович такой. Другой знаешь бы, чего устроил? Ой. Ну, как он тебе? Кто? Антон Павлович, говорю, понравился. Обычный. Обычный? Много ты понимаешь. Ты же с утра меня сбила, а мне Ванька про него всё рассказал. Антон Павлович оказывается в разводе. Его жена вытурила, и теперь он живёт на съёмной квартире. И поэтому с ремонтом нас торопят. Я и же бабы такие дуры. С богачами разводятся. Ой. Я бы за него держалась зубами. Не хотела при остальных говорить? Прости, что вчера с тобой так сурово. Ты мои сумки тянула, а я... Люба, я всё понимаю. Ну, я рада, что ты не обижаешься. Давай просто дружить. Как ты дружишь с Маней, с Серёгой. Договорились? А договорились. Мир. Мир. Вообще, мне очень нравится с вами работать. Люба, а давайте как-то все вместе соберёмся. К моему соседу по общежитию жена приехала, и мы хотим в воскресенье сделать шашлыки. Я вас приглашаю. Как-то даже неудобно. А Маню с Серёгой тоже позвал? Ещё нет, но обязательно позову. Ну, если они поедут, то я тогда с ними. Сто лет никуда не выбиралась. Увидите, таких шашлыков вы ещё не пробовали. Кто готовить будет? Ой, мама тут же пришла. Представляете, мне сейчас на рынке продавец это всё просто так отдал. Сказал, что я его постоянный покупатель. Это подарок. Даже неловко было. Браво, браво, браво. Мама, чего ты удивляешься? Ты же нас теперь просто нарасхват. Все мужчины без ума. Кстати, а как там Самир? Ты его бросила? А, ну у нас теперь продавец с рынка. Будем хоть с продуктами, да? Лера, Лера, это не смешно. Не, ну что Самир-то? Встречаетесь? Да. Встречаюсь. А что? Да ничего. Просто интересно. Ты же мне не чужая. Кстати, в это воскресенье Самир позвал меня в гости, так что я вернусь поздно. Ужин будете готовить сами. Прямо свидание. До свидания. Раз, два. А у меня в воскресенье тоже свидание. Нет, вот так совпадение. Четыре. Пять. Люба, ну зачем вы? Я бы вынес. Я побежал, мне надо еще уголь для шашлыка купить. Адрес вы знаете. Приходите, пожалуйста. Конечно, буду часа через два. Только и ненадолго. Просто, пожалуйста, придите, я вас жду. Хорошо? Хорошо. Ну все, шабаш на сегодня. Отдыхаем. Так, я поехала, а вам удачно повеселиться у Самирки. В смысле? Ты что, не с нами? Ой, ты что? Мой с утра сказал, никаких гулянок. Поедем на дачу порядок наводить. Не вздумай напиться, а то я тебя знаю. Так я тоже домой. Сын на рыбалку обещал. Пацан растет, отца не видит. Ребят, я без вас не поеду. Ты дурью не маяся. Обидеть хочет человек, он же старается. Иди, иди, что ты думаешь? Ну, конечно. Я даже не знаю. Ну, как же так-то, а? Так, не заморачивайся. Люба, пока, я потяпал. Пока. Ты хоть домой успеешь переодеться? Или тебя довезти? У меня вся одежда здесь. Я же отсюда собиралась. Зажги там как следует с парнем. Ну, ты же видишь, как он круги наворачивает вокруг тебя. Не строй из себя ничего. Поняла? Пока. Пока. Антон Павлович. Ой, Люба. Здрасте. Здрасте. А я, я вот это, плитку привез. Маня, Маша сказала, что все заканчивается. Спасибо. Пожалуйста. Я думаю, у вас выходной сегодня. Не, не, мы работали. Мы работали. А вы голову помыли, что ли? Да. А как тут же вроде раковина одна и в раковине? Да. Извините. Я привычная. Мы так всегда в детском доме мылись. Просто сейчас опаздываю, поэтому пришлось тут. Все уже ушли, а я копаюсь вечно. Так это, если спешите, давайте я отвезу вас. Без проблем. Да. Спасибо. Я тогда сейчас переоденусь и... Я на улице подожду. Да. А это точно удобно? Конечно, удобно. Люба, вы пока переодевались, я своему другу, дизайнеру, отправил фотографии, ну, который мне проект делал. Он говорит, что у вас очень хороший вкус. Почему вы учиться не хотите пойти? Я учиться? Угу. Ну что вы, я уже не в том возрасте. Учиться никогда не поздно, ни в каком возрасте. А потом, знаете, есть такие курсы, где полгода учишься и все, пожалуйста, ты дипломированный специалист. Насчет возраста вообще не понял. Ну, я вижу перед собой молодую, красивую женщину. Обещайте, что подумаете. Ну, хорошо вам отдохнуть, Люб. Спасибо. До свидания. Люба, как хорошо, что вы приехали. Я не сильно опоздала. Нет, что вы, мы как раз только угли разожгли. Пойдемте. Привет, мам. А я думала, ты не придешь. Это твоя мама? А что ты тут делаешь? В смысле? Я же тебе сказала, что у меня тоже сегодня встреча. Представляешь, ехала на маршрутке, выходила и ногу подвернула. А Самир успел подхватить. Ну, вот познакомились, меня тоже пригласил. Самир, брат, а ты колонку взял? Да. Да. Поставь нам какую-нибудь музыку. Кстати, Самир сказал, что у него никого нет. Ну, в смысле, ни с кем не встречается. Что ты делаешь? Тебя спасаю. Пойдем хоть шашлыки поедим. Лук тоже? Или порежь лук тоже? Угу. Порежем, майор Бот. Угощайтесь. Все на меня повесила. Моду взяла. Шляешься до ночи, лишь бы дома мне заниматься. Анна Борисовна, Да что вы такое говорите? Вы... Правду говорят. Не жди от невестки добра. Чужим человеком была, чужим останется. Па. Молчи. Дай хоть раз выговориться. Чем я перед вами провинилась, а? Лера? Разве ты в чем-то нуждаешься, дочь? Мам, ну при чем тут это? Ты меня... Ты меня сегодня унизила. Ты не понимаешь этого? Да я просто хотела проследить за вами. Самир сам со мной познакомился. Так даже лучше получилось. Ты бы видела свое лицо. Разве я тебя так воспитывала? Кто я воспитывал? Ты? Ты кукушка, а не мать. Прилетела, улетела. Скажи спасибо, хоть ночевать пускаю. Я могу здесь не ночевать, если я вам так мешаю. Ой, напугала. Пуганые. Хорошо. Если вам так лучше. Ба, она там вещи собирает. Скатертью дорога! Я взяла только самое необходимое. Ладно, что ушла. Еще приползет. На коленях упрашивать будет. Стили, подруга. И живи у нас сколько хочешь. Спасибо. Сколько ты им добра сделала. Твари неблагодарные. Только не ныть. Нас, детдомовских, не сломать. Мы не в таких передрягах были. Ночуй. В холодильник потом загляни. Мы уже поужинали, а ты перекуси. У женину там найдешь. Огурчики. Я не хочу есть. Лерка твоя тоже. Была бы у меня такая дочь, я бы ее прибила. Вот знаешь, что, подруга? Без детей тяжко. А у кого дети есть, не позови той же. Не, я что, теперь в туалет очередь должен занимать? Вот ты мне скажи, куда на свою квартиру дело? Ведь после детдома всем дают отдельную квартиру. Тебе же вот дали. Ты что, забыл? Чего? Любкин муж был картежник. И проигрался сильно. Его даже грозились убить. А, так они поэтому квартиру продали? Да. А сами переехали к свекрухе. Так его же потом все равно по пьяни порезали. Да. Нет, ну это все понятно. Но почему мы должны решать проблемы других? Не ори. За продукты с нее и возьми. И за коммуналку посчитай. Чего? Ну ладно, за коммуналку не надо. Мам. Чего ты скачешь? Второй час ночи. Ну, вдруг это мама? Не замерзнет. Ночь теплая. Иди спать. Иди, иди. Доброе утро. Прошу к столу. А я думаю, что за запахи такие? От соседей, что ли? Забыла, что меня подружка квартирует. Ой. Вань! Ты иду. Ого-го-го-го. Так. Приятного аппетита. Спасибо. И от этого твоя Борисовна сама отказалась? Дура она, я тебе скажу. А что ты сама не садишься? А я уже перехватила, пока готовила. Я пойду пораньше. В интернете нашла объявление. Одна женщина сдает комнату неподалеку. Ну, мне надо все равно искать вариант с жильем. Да погоди, ну куда ты торопишься-то? Не-не, поеду. Спасибо, что приютили. А! Тьфу. А откуда у нее интернет? У нее же телефон кнопочный. Что? Это она ночью слышала, как ты бубнил? Как дала бы тебе по шее! Зато жилплощадь освободилась. Что? Все, все, все. Субтитры создавал DimaTorzok Д'Идем Premiere Микру Еще шasy Микру Микру Получается, прабабку с квартиры обманула? Да нет, я сегодня буду смотреть объявление. Я что-нибудь обязательно найду, правда. Деньги хоть есть? Я все там оставила. Найдет она. Да кто его знает, кто вообще эти объявления помещает? Нарвешься на маньяка какого-нибудь. Самирка! А? А у тебя в общежитии койки свободные есть? Мне подругу пристроить надо. Подругу? Подругу нельзя. У нас мужское общежитие женщины пускают. К другу вон жена прилетела. Даже ее не пустили. Какие все принципиальные. А ты знаешь что? Ты ночью пока у Антона. А че? Отдельное жилье считай. Хоть голый ходи. Только самирке с Серегой не говори. Меньше знают, крепче спят. Мань, ну так нельзя. Без разговоров. У меня еще багажники. Матрас. Я тебе сегодня вечером его дам. Да мы, значит, забрали и возим до сих пор. Да? Все. Вечером дам матрас, а сейчас пошли работать. Подъем! Работать идите. Люба, так все вчера неловко получилось, честное слово. Глупо даже. Я ведь не знал, что Лера ваша дочь. Ничего страшного. Люба, она мне по-настоящему нравится. Это хорошо. Вы не будете против, если мы станем встречаться? Почему ты меня об этом спрашиваешь? У нас принято спрашивать. И у родителей. Мне кажется, вы должны решить это между собой. У Леры сегодня занятия заканчиваются 19.30. Вы могли бы поговорить. Ну, конечно, если ты успеешь. Спасибо, я успею. О чем это вы тут опять? О делах. Ох, деловые. Мань, точно проблем не будет? Точно. Идут. Все счастливо. Пока. 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 Держи в постель, подруга. Укрыться найдешь чем? А завтра тебе постельное белье принесу. Мань, ты знаешь кто? Коза я. Я Ваньке своему сегодня рога подкручу. Ты самая лучшая. Ты мне как сестра. А знаешь что? Чего? Живи тут. А дальше что-нибудь придумаем. Спасибо. Все. Я не то жаленье об этом и спрашиваю, чтобы не оказаться одной какой-нибудь без доклада. Но я надеюсь, у нас тоже получится сделать что-то. Короче, ладно, завтра договорим. Все. Пока. Пока, девчонки. Привет. Здравствуй. Меня ждешь? Тебя. А зачем? Можно тебя на свидание пригласить? Не знаю. А где цветы? Тебя дурак, прости. Ну в какой ресторан пойдем? В ресторан? А я думал, мы просто по парку погуляем. Ну что, подростки какие-то, что ли? Нормально думаешь? Лера, прости. Я в ресторан сейчас не могу. Я деньги домой отправляю. Ну, не знаю, Самир, зачем ты мне такой нужен? Ну ладно. Пойдем. Прошли. Серьезно говорю. Вот повернулся и вот так вот прям и пошел. Правда? Да. Здорово. Очень. Ну, пришли. К тебе не зову, прости. С бабушкой живу. Ну, а бабушка таких, как ты, не любит. Таких, как я? Ну, в смысле, приезжих. А. Ну, мы же еще увидимся с тобой. Что значит? Приходи завтра. Хорошо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 представляешь вот как он ее лепил она между прочим дом сдавать завтра тебе сказал я переделаю зубами потом не оторвёт а ты чё хочешь туда-сюда у тебя все готово у меня все готово привет привет а что там у тебя это тебе спасибо здесь что ли нарвал да вот там чего пошли скорее наше штрафуют я по дороге купил блин самир ну не шути так больше все работает как часы лучшая бригада в городе постаралась дворец вот ваши ключи две пары вот сколько вы нам его давали здорово мне все очень нравится отдельное спасибо дизайнеру а вот тут вот остаток и премия там на всех раздадите потом конечно раздам спасибо большое антон палыч пошли до свидания до свидания любая а можно вас на минуточку посоветовать с вами хотел сейчас если можно я тебя жду до свидания спасибо мария вот тут рисунки это дочка моя рисовала вот и у вас вкус хороший может посоветуйте куда мне это повесить рамочки какие-нибудь как красиво да рамки обязательно только вы не берите массивные лучше что-нибудь попроще я просто думаю вот этот рисунок можно было бы перенести на стену будет еще уютней вот так возьмете ну за день конечно ну в общем то сейчас других заказов нет могу попробовать ну отлично вани стере а ну я обещала любку дождаться да да буду я сейчас скоро да мань люб тебе деньги не нужны нет что а ну я тогда не смогу ждать ну хорошо езжай без меня так ты тогда звони как вечером когда я буду дома все тогда договорились да это вам завтра сюда мебель привезут будут устанавливать работать вы мне тогда список напишите там какие краски нужны какие кисти и все куплю и можете приходить работать днем у меня здесь не бывает так что спокойно свободно хорошо договорились вы чё с вещами ты можешь вас подкинуть куда-нибудь можно я только не знаю куда смысле если честно если честно пока нигде но сейчас я деньги получу и что-то сразу сниму и здесь будете ругаться не 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 что спасибо бог нет ради бога если нужно я душу лезть не хочу если что-то как бы пожалуйста любого готовить хорошо да а что ну отлично мне очень нужна домохозяйка но смысле чтобы кто-то помогал мне по хозяйству человек и один только не потяну просто комнат много любую выбирайте заселяйтесь и пожалуйста живите и будете мне помогать деньгами не обижу то есть я могу сейчас здесь остаться конечно хорошо тогда я позвоню маме скажу что матрас обратно надо подождите не надо никакого матраса не надо манию завтра мебель привезут завтра можете заезжать а сегодня спокойно сейчас переночуете в гостинице и все поехали 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 антон палыч ну может быть все таки не нужно в отель это очень дорого можно на рынке купить раскладушку потом еще пригодится послушайте вы сейчас работаете на меня значит решение принимаю я значит вы сейчас едете в отель ночуете там завтра переезжать сюда либо тут такое дело вы не против если с нами будет жить мой друг какой еще друг я очень надеюсь что он вам понравится вот у вас собаку ой какая большая я всегда мечтала о собаке ознакомься любой это гард гард знакомься это люба можно погладить я думаю не против гард какой-то хороший большой дай лапу признал вас чувствует хороших людей то есть мне теперь из-за тебя искать кого-то в напарнице ну спасибо подруга удружила мань все равно нет никаких заказов не оправдывайся а он тебе прям отель сделал вещи уже там это просто чудо какое-то не она по нему сразу было видно что нормальный мужик чтобы так а может тебе деньги не нужны раз ты на полном обеспечении маня чуть не забыла это тебе премия только скажи своему антону что я тебя дала во первых он не мой а во вторых так самиру и сереге ты тоже премию отдашь маня отдам когда-нибудь не сейчас а конверт у тебя есть чо и мне я и и и и и и Бабушка завтра днём в поликлинику пойдёт на обследование. Так. Придёшь? Во сколько? Я напишу. Хорошо. Вот так. Белые акации, гроздья душистые, вновь аромата полны. Вновь разливается песнь салавиная в тихом сиянии, сиянии. Здрасте. Здрасте. Я не слышала, как вы вошли. Да я что-то зарыбовал в себе. У вас, кстати, Люба красивый голос. Ужас. Я не думала, что вы это услышите. Сейчас я вас буду кормить. Всё. У меня всё готово. Угу. Это, руки помойте. Да-да. Руки обязательно помою. Накопили. Слава Богу. Триста тысяч. Копейка к копейке. Тебе когда за чубу платить? Не опоздаем? Не скоро. Через три месяца только. А откуда деньги? Откуда, откуда. Оттуда. Бог послал. Так. Готовы? Опа! Пошёл. Нас же, как он вас прям признал. Моя жена его не любила. Он, кстати, её тоже. Вот дети любили. А сколько у вас детей? Двое. Марго — десять. Даниле — шесть. Понятно. Ну, а что они любят? В смысле, из еды. Я могу приготовить что-то, что они любят. Ну, когда они приедут. Они не приедут, Любовь. Моя жена запретила им со мной видеться. Это, конечно, не моё дело. Но что вы такое натворили, если вас так наказывают? Что я натворил? Я привёл в наш дом другую женщину. Моя жена нас застукала и развелась. Я был сильно пьяный, даже сам не понимаю, до сих пор зачем я это сделал. Я не знала, что вы пьёте. У вас дома совсем нет спиртного. Что? Так я завязал. Так что толку-то? Не-не, я не жалею, что мы развелись. Она никогда меня не любила. Она больше любила деньги. Вот моя мать, она сразу это поняла. Она даже на свадьбу к нам не приехала. У вашей мамы, наверное, был характер ого-го? Ой, что вы! Она была директором школы, к ней даже проверка боялась ездить. Отец тоже в школе работал учителем физики. Мне всегда мечтали, чтобы я стал педагогом. Сейчас, правда, их уже нет. Сначала отец ушёл, потом мама. Жалко, конечно. Но вы всё равно счастливый человек. У вас были и мама, и папа. Они, наверное, вас очень любили. Я их тоже сильно любил. Вы представляете, какой мне скандал устроили, когда узнали, что я забрал документы из педагогического института и отдал их в финансовую академию? Страшное дело. Ну а что я мог поделать, что цифры в документке я львов больше, чем цифры на доске? Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас придём домой, я тебя покормлю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А чем там вкусно пахнет? А я залила холодец. Ух ты, ты еще лет не ел, ты можешь не холодец. Но это на завтра. А сегодня… Вот. Илюля-кебаб. Прекрасно. Люба, так праздника хочется. У вас есть что-нибудь нарядное? Нарядное? Нет. Ну, тогда вот. Держите. Что это? Я не могу. Это очень дорого. Я… Люба, вы меня обидите. Ну, праздника же хочется. Ну, посидим, вкусно поедим, поговорим за жизнь. Угу. У меня так давно не было праздника. Ну и вот. Ну, я предлагаю перейти на «ты». Ладно. Люба, ты фантастически готовишь. Просто оторваться невозможно. Приятного аппетита. Спасибо. Люба. Может, ты что-то про себя расскажешь? Там был сегодня мой творческий вечер. Ты про меня все знаешь, а про тебя ничего. У меня была скучная жизнь. Не верю, Люба. Ну, что-нибудь… Где родилась? Где училась? Родители? Ну, ладно. Мама отказалась от меня еще в роддоме. Ну, я потом все ждала, что она вернется, меня заберет. У нас все ждали. Девчонки говорили, хочешь, чтобы человек вернулся, нарисуй его. И я стала пытаться. У меня все получалось. И цветы, и животные, и птицы. Все, кроме людей. Людей я так и не научилась рисовать. Ты и поэтому рисовать стала, да? Да. А потом я выпустилась и поступила в институт на художника по тканям. У нас рядом была фабрика, и я думала, ну, пойду туда потом работать. Ну, видишь, а ты говоришь, образования нет. Художник по тканям – это ж круто. Круто. Только я не закончила. В общем… Я всегда хотела семью. И… Я рано забеременела. Мы расписались. Но мой муж оказался… В общем, он много пил. Я думала, родится дочка, он бросит, а вышло наоборот. Он убил тебя. Он убил тебя? Ну, это все не важно. Дело в том, что он играл в карты. И все время лез в драки. В одной из таких драк его убили. Лере было всего три года. Ну, мне надо было как-то ее поднимать, и… Я стала много работать. Работала, работала, работала. Ну… Вот и вся моя жизнь. Лёва… Ну, это все уже не изменишь. Это же все в прошлом. Я все понимаю. Лёва… Я тебе в обиду не дам. Прости. Извини, пожалуйста. Прости. Я деньги и подарки оставляю под дверью. Ага. Ну, после сегодняшнего ЧП все заслужили праздник. Сейчас поедем телефоны покупать. Нет, 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 нет. Я… Я нормально со старым. Просто мне нужно батарейку поменять, а эта старая модель… Люк, Люк, мы возьмем самый простой. Ну, чтоб ребенок мог разобраться. Мне же надо всегда с тобой на связи быть. Правильно? Никто не видел? Заходи скорее, у нас полтора часа пока бабушка на МРТ. Подожди. Нравится? Лер, прости. Должен срочно лететь домой. У отца был сердечный приступ, он в реанимации. Я плохой сын. Приехал сюда заработать денег, чтобы отца вылечили. Ничего себе не покупал и так мало заработал. Они думают, я приеду, у меня деньги, отца вылечат. Нет. У меня столько нет. Зачем я вообще из дома уехал, если отец умрет? Сколько нужно? Триста тысяч. Лер, ты куда? Триста. 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 Возьми, тут десяти тысяч не хватает. Я костюм покупала, я не знала. Я не могу ее взять. Возьми, тебе нужнее. Так, я это поняла. Вот это камера. Вот смотри, видишь, у тебя? Так. У тебя фокус автоматически настраивается. Вот сюда снимаешь. Так, а это что за стрелочки? Так, а это селфи идет. Давай, смотри. Сейчас. Да. Нет, нет, я так близко не буду. Нет, ну вот. А сфотографируй меня с гардом. Давай. Покажи. Смотри. Хорошее фото. Угу, классное. А здесь какая классная. Пошел, скинь меня. А как? Я у тебя как записан? А, Антон Павлович. Чехов? Чего такое официальное? Ну, а я у тебя как? Сейчас. Вот. Любовь. Ну, красиво же я. Ну, красиво же я. Поешь хоть, а то и не ужинала. Не хочу. Мне к зачету готовиться надо. Довела ты себя этой учебой? Чего они там с вас эти зачеты требуют, если деньги носим все равно? Еще подарки сверху тащите. Обнаглели совсем. Так. Пенсию принесут. Доложу к тем деньгам. И сразу за второй курс заплатим. А поесть поешь. Дурью не майся. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ Аппарат оппонента выключен или находятся вне зоны перспективы. Я должна сама все решать. Петровна, дозвонила я им. Ну да, говорят, что в следующем месяце на сто рублей, что ли, поднимут пенсии. Ну да, пенсии поднимут на сто рублей. А цены на тысячу. Ты ж понимаешь. Ладно, слушай, я тут уже пришла. Давай, пока. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Радовалась. Мать от афериста уберегла. А сама взяла ему и все наши денежки до копейки отдала. Сказал, что у него папа болеет. Папа болеет? Да никто там не болеет. Они такие, как ты, дурыща, ты на жалость давит. Им только деньги от вас нужны. Как платить теперь за учебу будем, а? Вот это все наши деньги. На еду, на жизнь, на учебу твою. Курица ты глупая. Тихо, Гард. Фу, сидеть. Сидеть. Анна Борисовна? А как вы узнали? Манька сказала, где тебя искать. Бога, ты живешь, я посмотрю. Вообще-то я здесь работаю. Я вижу. И здесь мазню молюешь. А про нас спросить не хочешь? Как мы там? Что случилось? Случилось? У нас беда. Гастарбайтер твой нас обокрал. Все деньги из дома вынес. Кто, Самир? Вот ты его в дом притащила. Ты расхлебывай. Да вы что, этого не может быть. Самир хороший, нормальный человек. Это кто-то другой, наверное. В институт платить нечем. Вот и думай. А ты вообще молчи. Анна Борисовна, я обязательно найду деньги. Ищи, ищи. Не, Любка, это ж такая сумма. Триста тысяч. Это ж чокнуться можно. Если ты даже взаймы, я верну с процентами. Ну, а что ты своего Антона не попросишь? Для него же это ерунда. Нет, я не могу. Мне стыдно. Он и так, то одно, а то другое. Кто помер? Что кислый сидите-то? Да тут такое! Любкина Лерка попала! Теперь им триста тысяч срочно надо. Люба, у нас это, Люба, ну мы... А дачи нам крышу надо перекрывать. Нам уже и мастеров подогнали. Ну, а раз мастеров нашли, надо делать. Потом же сезон дождей, ты сама знаешь. А у нас там вроде с деньгами впритык, да? Ну, да. Выкручусь как-нибудь. Извини. Люба, ну ты все-таки поговори с Антоном, а? Нет. Не знаю. Не, ну триста тысяч. Даже если и есть. А вдруг не вернет. Да? Да. Кредиты на любую сумму выгодно. Прямо сейчас. Нужен только паспорт. Кредиты на любую сумму выгодно. Кредиты на любую сумму выгодно. Нужен только паспорт. Кредиты на любую сумму выгодно. Девушка, возьмите. На любую сумму. Нет. Спасибо. Кредиты на любую сумму. Нужен только паспорт. Выгодно. Кредиты на любую сумму. Нужен только паспорт. Выгодно. Девушка, возьмите. Выгодно. Кредиты на любую сумму. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, что ж. Даю за это все. Ага. Десять тысяч. За такие рубины десять тысяч? А? Вы таких где-нибудь сейчас видели? Это фамильные. От бабки купчихи остались. Им сто лет, а может больше. Мне нужны деньги. Ну, я не знаю. Ага. Наброшу еще. Пять. Хорошо, давайте пятнадцать. Только не выставляйте сразу на продажу. Я постараюсь сама их выкупить. Хорошо. Подходите. Люба, посмотри, а. Им очень нужен только теоретический совет. Ребрендинг-то задумал, короче, вывески поменять. Ну, какая из них лучше, а? Мне кажется, вот эта. Да? Ну, я бы сделала поинтересней. А как поинтересней? Ну, например, зеленый фон и красные буквы. Хорошо. Как раз цвета фармацевтики. Слушай, отлично. Красный, зеленый. Я сейчас тогда маркетологу отправлю. Люба. А ты что сама не своя весь вечер? У тебя случилось что-то? Можешь мне выдать аванс? Я все отработаю. Да не вопрос. Сколько нужно-то? Много. Триста тысяч. Рублей? Угу. И поэтому ты такая весь вечер груженая ходишь? Просто мне нужно дочке заплатить за институт. Люба, 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 не надо мне ничего объяснять. Ну, правда. Завтра не поздно. Все, завтра заедем в банк и снимем. Просто сегодня они уже закрыты. А передашек дочке? И считай, что это не аванс, это не зарплата. Это вот помощь твоя. Вот твой гонорар. Знаешь, сколько с меня дерут эти дизайнеры? Вот за это вот. И это по-дружески. За буковки? За буковки. Люба, деньги это самое простое, чем может помочь один близкий человек другому. Мы же близкие люди. Да. Держи. Только спрячь, чтоб никто не видел. Что это? Откуда у тебя столько? Заплатишь за второй курс. Тут ровно 300 тысяч. Мне не нужно, мам. Я все равно учебу бросаю. В чем дело, Лера? Нужны были деньги. Я нашла. Бери. А как я буду учиться, когда у меня вот такой живот будет? Ты беременна? Два месяца уже. А бабушка знает? Ты чего? Она меня прибьет сразу. А Самир? А он уехал. Я уже позже узнала. Он мне вообще на звонки не отвечает. А знаешь что? Давай. Я аборт сделаю. Буду учиться, будто ничего не произошло. Какой аборт, Лера? Что ты говоришь? Ну что мне делать, мам? Я никому не нужна. Как никому? А я? А бабушка? А ему? Ты ему очень нужна. Ничего. Мы справимся. Мам. Знаешь, как мне без себя плохо было? Меня прости, пожалуйста. Вообще за все. Ну что ты? Ну, было и было. Мы же семья. А в семье по-всякому бывает. Овощной супчик сварила. Посидим на постном. Будем экономить. Ба, мама деньги передала. Сколько здесь? Как раз хватит. Триста. Ага. Хоть украшения свои выкуплю. Ба, я беременна. Ба, я беременна. Рожай. Рожай. Мама тоже так говорит. Правильно говорит. Ну, тут очень вкусно. Приятного аппетита. Спасибо. Сиди, сиди. Я открою. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно Любу? Анна Борисовна? А вы проходите. Мы как раз обедаем. Да нет, спасибо. Я ненадолго. Мне только поговорить. А, не будем мешать? Что-то с Лерой? Да нет, все нормально. Она дома. Можно тебя на минутку? Люба, возвращайся. Мы без тебя не справимся. Ты не бойся, я свой язык прикушу. Больше и слова грубого от меня не услышишь. Вот чем хочешь, поклянусь. Решай. Мы ждем тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и я все правильно понял? Я буду приходить каждый день и готовить, и убираться. И буду даже успевать гулять с Гардом. Ну ты прям сегодня хочешь уехать? Да. Ладно. Ты собирайся, я пойду машину подгоню. Гард whack. Ладно. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Вот здесь мы и живем. Представляешь, я и вырос в таком. Да? У родителей квартира была. Ну, тогда же типовые, знаешь, шлепали по всей стране. Ты на каком этаже? На первом. Ну, я на третьем вырос. Ну, ладно. А, Люба, кстати, я тут курсы дизайнеров нашел. В общем, полгода учишься, ну, и все, получаешь сертификат. Ты дипломированный специалист. Ну, хотел сейчас подарить, сюрприз сделать. Думаю, ты на следующей неделе учиться пойдешь. Ну, если такое дело, можно купить с открытой датой. В общем, как время будет, так пойдешь учиться. Да? Какой ты хороший человек. Мне уже поздно учиться. Теперь все для дочки. Меня ждут пеленки, ползунки, погремушки. Буду бабушкой. Зря ты так. Мне про свою судьбу уже давно все понятно. Ладно, завтра я приду пораньше. Все приготовлю, уберусь. Хорошо. Люба! Ну, до завтра, да? Ага, до завтра. Сходила на утренний базар, пока вы спали. Анна Борисовна, ну, вы бы сказали, я бы сама сходила. Хватит. Двадцать лет. Сама, сама. Все. Теперь все домашние дела. Уровно будем делать. Вот так. Ой, а чего вы так рано? Даже семи часов нет. Не рожаешь еще. Помогай сумки разбирать. Ба, сейчас. Ну, а что? Люба, не ломай пылесос. Все, я решил устроить сегодня выходной. Сегодня ничего не делаем. Сейчас пойдем с Гардом гулять. А я только начала уборку. Какая уборка? Все отменяется. Никаких уборок. Сегодня бездельничаем. Гар, я сейчас переоденусь. Пять минут на сборы. Гар, за мной. Ну, а что этот-то? Ну, парень дочки вашей появляется? Ему не позвониться. Сообщения не проходят. А, ты его знаешь. Это же Самир. Ну, электрик. Мы вместе делали ремонт. А, смуглингий такой? Да, он очень хороший. Не знаю, как так получилось, но я не верю, что он мог обмануть. Он сначала за мной начал ухаживать. Он так пытался. А дочка стала с ним встречаться, чтобы его от меня отвадить. Да, это смешно. Такой молодой, чтобы он мог влюбиться в такую... Тетку. Лёх, ну что опять-то? Ну, какую тетку? Запомни, ты молодая, красивая женщина. Мне что, каждый раз тебе напоминать, что... Я, между прочим, намерен сегодня за тобой поухаживать. Ну, пойдем в ресторан. Куда? В ресторан. Вон что-то. Ты будешь смеяться, но... Я ни разу не была в ресторане. Я не знаю даже, как там надо себя вести. Ну, а как там надо себя вести? Там надо пить, гулять, бить посуду, пульганить. Может, платим деньги, может, себе позволить. Ну, пошли. А Гарт? Гарт умный парень у нас подождет. Все, вперед. Пошли. Цезарь говорит. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. А у нас нельзя с собаками. А ничего, он нас вот здесь посидит, подождет. Посадят нас куда-нибудь. Хорошо. Ладно. Зиц, отдыхай. Я вас провожу. Угу. Прошу. Прошу. Меню. Так, прошу. Цены тут, конечно. Ты на цену не смотри. Ты смотри на название. А если что, девушка поможет, да? Конечно. Так, значит, я буду не с вас. Турнец про жарки медиум. И давайте спаржу с томатами на гриле. Я буду какой-нибудь суп. Ну вот, буябис. Это же суп? Буябис. Естественно, это суп. С морепродуктами. Миди, креветки дополнительно? А креветки, это то, что к пиву, да? А давайте я лучше буду вот то, что будет Антон. Антон Павлович. Ну и отлично. Значит, тогда еще два карпаччо из говядины. И по бокалу рислинга. Может, лучше не надо? Не, ну, может, собрались кутить. Ну, оно безалкогольное, нулевкое. Это как виноградный сок, очень вкусно. Да? Сделаем. Меня могу забрать? А, да, вот. Ненормальное. Еще собаку привели. Хотя они тут важные все. Да уж, интересная парочка. Ну, а официанты-то? Ну да, смешные. У них здесь такое псевдопафосное место. Просто вид нравится очень. Деревня. Деревня. Ну да. Ну, чего они так пялиться, как будто я голая? Да, Люба, ну ты просто не привыкла. Ну, расслабься. Тебе это не нравится? Ой, я помогу. Простите, я сейчас все уберу. Люба, девушка все уберет. Да, девушка? Теперь уж уберу. Угу. Может, лучше пойдем отсюда? Мне уже кусок в горло не полезет. Угу. Ну, здесь же гораздо лучше. Ну, и хоть уляпайся весь, тебе никто ничего не скажет. И Гард с нами. Люба, с тобой везде хорошо. Ой, сейчас, секунду. Наконец-то. А, сейчас. Хочешь? Будешь? Давай, пока хозяин не видит, кушай. Какой ты большой. Какой ты красивый. Молодец, молодец. Это тебе? Мне? За что? Ну что, повод нужен, что ли? Хорошо. Значит, во-первых, никто меня не кормил в парке шурмой. Во-вторых, никто никогда не принимал участие так, как ты в моей жизни. В-третьих, никто меня так не поддерживал дельным советом. В-четвертых, просто благодарность за то, что ты появилась в моей жизни. Как они пахнут. Мне почему-то плакать хочется. Не, ну, вообще-то я порадовать хотел. Я от радости. Я бы не хотел, чтобы ты когда-нибудь в жизни плакала из-за меня. Какой лакет? От кого это? Подарили. А как Лера? Все лежит. Как не зайду, плачет. Лера. Смотри. Что это? Под дверью оставили. Наверное, какой-то поклонник тебе принес. Конечно. Ну, а кому еще? Мы с бабушкой уже старые для таких букетов. Ну, хоть понюхай. Пахнут с ума сойти. Ну, что, опять Самир не отвечает, да? Да не нужен мне твой Самир. И цветы мне ваши тоже не нужны. Я ему написала, что у нее будет ребенок. Он даже на это не ответил. Пошел. Мне вообще телефон заблокировало. Господи. Надо ее врачу показать. Она так и нас из себя до инфаркта доведет. Да просто она беременная. Вот и срывается. Ну, не знаю. Когда ты ее носила, пикнуть боялась. Таких истерик не закатывала. Роза сломалась. Жалко. Да я ее возьму. В спальню себе поставлю. Ой. А то прям старуха меня назвала. Гарт! Гарт! Кто-то пришел? Гарт! Привет! Здрасте. А вы кто? Здрасте. Я Марго. Маргарита Антоновна. А вы? А я Люба. Просто Люба. Очень приятно познакомиться. Вы, наверное, к папе? Да, только он еще об этом не знает. Мама нам с папой запретила переписываться, но он мне прислал в мессенджер свой новый адрес. А я сегодня сбежала от няньки. Это же мое. Я рисовала. Да, Люба, как ты? Антон, ты только не волнуйся. Здесь твоя дочь. Марго. О, черт. Люба, я перезвоню. Да, Антон Павлович, здравствуйте. Эльвира Петровна. Да. Я знаю, у вас сейчас там паника. Вы не переживайте, не волнуйтесь. Марго у меня. Адрес я вам скину. Ой, слава богу. Эльвира Петровна, у меня к вам просьба большая. Да. Вы Лене ничего не говорите, хорошо? Да. Какой-то девочки, проходящие мимо в капюшо. Марго. Такой виск. Маргош. Папка. Солнышко, ты че? Кем ты к нам не приезжал? Ты че творишь-то, а? Ты че творишь? Смотри, что тетя Люба нарисовала. А можно я здесь спать буду, ладно? А можно я сюда тоже подружек проведу? Так, так, стоп, стоп. А с ночевкой можно? Подожди, стоп, стоп. Подкройте, пожалуйста, там я не пришла. Ты что делаешь, а? Ну, что ты делаешь? Ну, ты представляешь, если маму узнает, какой скандал будет? Ну, Марго... Ну, я скучаюсь, мама. Ну, зайка, ну, я же тоже очень скучаю. Я же тоже скучаю. Марго! Иди. Иди на улицу, жди меня в машине. А? Ну, прости, я не могу тебя ставить. Я тебя очень люблю. И Даня передашь, я его тоже очень люблю. Я тебя тоже люблю. Очень-очень. Марго, я жду. Давай-давай, солнышко. Ты нормальный вообще, а? У тебя в голове вообще извилины какие-нибудь есть. У тебя мозг работает. Ты зачем ей адрес дал? Я пока ехала сюда. Здесь три стройки было по дороге. Там рабочие ходят. А на маленький ребенок. Как она сюда добралась? Я вообще не понимаю. Послушай, пожалуйста. Она спросила, где я сейчас живу. Я сказала, что купил дом рядом с вами. Я же не знал, что она сюда приедет. Ну, о чем ты думал? Если бы ты закончила, я себя не устраивала. Ведь этот цирк давал мне просто видеться с детьми. Это вообще не произошло бы. Да, да, я соскучился. Но тебя ж только бабки интересуют, понимаешь? Ты же, хватит меня шантажировать. Я тебя прошу. Давай сделаем так. Ты просто все заберешь и просто отдашь мне детей. Все, закончим этот разговор. Прекратите. Что вы делаете, а? Вы делаете детям больно. Оба. Это вообще кто? Это Люба. Она помогает мне по дому. У меня слов нет. Теперь с тобой будет общаться мой адвокат. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Также пальцем чай пробует, остыл или нет? Да? Ты такая хорошая, Люба. Вот если я когда-нибудь ещё женюсь, то только на тебя. А мне кажется, что... тебе ещё не поздно сохранить свою семью. Ради детей. Ой. Прости. Да, а что? Лера почему-то в больнице. Мама, мама, у меня очень голова болела, я взяла бабушкиных таблеток от давления. Мне только хуже стало. Прости, тихо, тихо. Ну, что? Выпила сильнодействующее лекарство, никого не спросила. Давление упало, пульс тоже. Прямо на улице стало плохо. Повезло, что больницу вовремя отвезли. Ну да. Что врачи говорят, это надолго? Возможно, надолго. А дома еще свекровь с приступом. Только скорая уехала. Антон, тебе, наверное, придется взять другую помощницу по хозяйству. Я не смогу. Я буду прикована к больнице, к дому. Люба, Люба, тут главное не паниковать. Главное не паниковать. Мы найдем лучших врачей, мы лучше лекарства найдем. Мы быстро всех поставим на ноги. Тут главное не паниковать. Мы? Да, мы. Люба, ну ты не просто друг, ты не просто родной человек. Я не шутил, когда говорил, что я мечтаю о такой жене, как ты. Люба, ты что смеешься? Тебе нужна ровня, такая, как твоя жена, а я другая. Мы разные, понимаешь? Ты принц, а я никто. Люба. 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 Ну что ж, в таком случае, Лера. Я вас жду уже к нам рожать. И никаких таблеток из бабушкиной аптечки. Мы поняли. Спасибо. Спасибо. Пойдем, мама. До свидания. Ну наконец-то. Здрасте, теть Маня. Привет. Привет. Дай сюда, я сама, мама. Береги силы для внука. А ты чего? Мы с твоей мамой такое прошли. Ахнешь. И ничего, цветем и пахнем. Просто на жизнь надо смотреть веселее. Ну, родишь ты для себя. И чего? Мань, хватит. А чего? Да с тобой батальон родить можно. Да? Пошли. Спасибо. Лер, обязательно пристегнись. Хорошо, мам. Держи. Садимся. А ты не гони. Ну, чего ты? Домой. Здравствуй, Лена. Прошу. Спасибо. Вы что будете заказывать? Фреш ананасовый. А я думал, ты не одна придешь. Я думал, ты с адвокатом придешь. С адвокатом? Я бы приехала к тебе в офис. Да. В общем, я разрешаю тебе видеться с детьми. Один раз в неделю. Только днем. Никаких ночевок. Лена, ты же это серьезно говоришь сейчас? Абсолютно серьезно. Спасибо. Не меня благодари. Скажи спасибо своей уборщице. Люба не уборщица. Боже. Боже, я узнаю этот взгляд. Антон, ты влюблен. Даже в этот сложно поверить, что тебя потянуло на простушек. Лена, я тебя очень прошу, очень. Пожалуйста, не говори так о человеке, которого ты вообще не знаешь. Я надеюсь, что обо мне вы с ней разговариваете с такой же деликатностью. Короче, завтра я привезу к тебе детей сама, потом это будет делать няня. Во сколько? Не знаю. Как проснусь? Будь дома. Угощаю. Спасибо. Так, давай. Мам, сама. Аккуратней. Солнышко ты мое. Пока вас ждала, супчик твой сварила любимый. Спасибо. Мань, пошли с нами пообедаешь. Ой, да мне ехать надо. Сейчас с Любой поболтаю и помчусь работать. Идите, я догоню. Спасибо. Ну рассказывай, как ты? Да все хорошо. Ну что, бригадирша, возьмешь меня обратно? Мне без работы никак. Деньги нужно позарез. Ну ты ж как раньше, не сможешь допоздна работать? Да я у тебя за полдня столько же наработаю. Да блин, я уже девку молодую в помощницу взяла. Ну ничего такая, знаешь, хваткая. С тобой, конечно, не сравнится. И с хозяевами на той шабашке по деньгам уже договорилась. Сверху не заплатят. Что, от себя, что ли, отщипывать? Мань. А чего ты к Антону своему обратно не попросишься? Ты же сама говорила, что он деньги тебе по каждому чиху просто так давал. Вот именно. Но я же не какая-то переживалка. Я не могу. Это все... Это все очень тяжело для меня. Ну вот зря ты. Ладно, выходи завтра. Спасибо. Но много платить не смогу. Все. Нет. Везет тебе. Сорок лет, а ты уже бабушкой станешь. А мне вот и мамкой не довелось побыть. Ладно, пока. Мань, а может все-таки возьмете ребеночка из детдома, а? Подумай, у ребенка будет своя семья. Ты еще какая. Ты же самая лучшая. Ну а как я Ване об этом скажу, а? Да. Надо как-то аккуратно, да? Аккуратно надо. Ну, чтоб не взбрыкнул. Он поймет. Ладно. До завтра. Адрес пришли. Да, пришлю, конечно. Ум. 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 А есть еще что-нибудь? Ну, а что ты смотришь? Уже за двоих ест. Ну, давай я быстро дранники сделаю. А с сыром? С сыром. А новчишь меня? Ну, и что? Вставай. Так, я сейчас быстро почищу картошку. А ты потрешь сыр. А мы еще добавим кабачок. Ну, вот. Кардиолог говорит, уже гораздо лучше. Ну, да. Вас проводите или дойдете? Да не надо я сама. Ты беги занимайся своими делами. Мне еще к парикмахеру надо. Обросла вся. Я тут на скамейке посижу. А ты бей-бей-бей. Я буду в пять. Ну, очень хорошо. До вечера. Знакомьтесь. Это Люба, это Света. Очень приятно. Здрасте. Серега! Маня! Маня! Ну, все. Готовь для нашей бригады ухом новую шабашку. Да? Мы сейчас здесь с Любаней быстро управимся. Точно. Твою мать! Серега! Что сразу Серега-то? Я фазу хотел проверить. Фазу он хотел проверить. Спалишь мне квартиру, и я с тебя шкуру спущу. Ну, это что, специально что ли? Быстро иди. Исправляй все. Вот такой вот у нас. Маня! Маня, ну что, надо теперь стену заново курочь, чтобы проводку поменять. Да я не нанимался по триста раз плитку-то перекладывать. Он бедой какой-то. Нам нужен такой, как Самир. Люба, что, он назад собирается? Нет? Я не знаю. Что, он дурак, что ли? Денежки отжал и тю-тю. Маня сто раз говорила, у Самира случилась какая-то беда. И Лера ему сама отдала деньги. Я бы поступила так же. Конечно. Один очень хороший человек мне сказал, деньги это самое простое, чем можно помочь другому человеку. Я что-то не пойму. Если так легко к денежкам относишься, может быть ты и с нами бесплатно поработаешь? Я сейчас кого-то убью. Видишь, что творится? Я сейчас кого-то убью. Ну, ты зайка моя. Привет, привет. Папа, приехали. Привет, сынок. Привет, привет, мой хороший. Привет. Заходи, заходи скорей. Тут теплые вещи. В рюкзаках сок и батончики. Сладкое дети не едят. Может, зайдешь? Я там рыбу приготовил. 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 То есть взял, купил в магазине, почистил и сам приготовил. Ты прям удивил? Шокировал. Может, и твоя Люба без работы ходит? Ну, Люба сейчас много своих забот. Не общаемся пока. Какие тонкие взаимоотношения между работодателем и работником. Может быть, ты и убираешься теперь сам. В суд думаешь. И стираешь. И глажу. Антоша, ты ли это? Ну, Лен, ты меня никогда не знала. Или просто знать не хотела. Ну, что, на связи? Угу. Угу. Нет! Так, дети! Дети! Обедайте! Ой, пап. Так, а можно мы не будем это есть? Почему? Ну, вкусную рыбу, полезную. Сам приготовил. Понятно. Рыбу не хотите. Угу. А что хотим? Я пиццу. Я тоже. Все, поехали за пиццей. Только секрет. Маме ни слова. Пошли гулять. Гард! Гард, гулять! Гардж, гулять! Пошли. Пошли-пошли-пошли. Пошли-пошли. Ой, спасибо. Жаркое очень вкусное. Я объелась. Это Лера. Я командола только. Ой, мам, я помогу. Да сиди. Разбалуйте мне еще. Ну, ладно, девочки, вы тут сами, а я пойду отдохнуть, телевизор посмотрю. Отдыхайте. Мам, а я завтра на УЗИ перед учебой записалась. Обещают полребенка сказать. Ты мне тогда сразу напиши... Нет, ты мне позвони. Я буду телефон держать при себе. Я хочу, чтобы был мальчик. Чем тебе девочки не угодили? И будут у нас в доме одни бабы. А вот сын вырастет и будет меня защищать. Знаешь, как я его называла? Как? Герман. Я прочитала, что в имени мужчины должна быть буква Р. Тогда характер будет сильный. Мам, я такая дура была. Что хотела от него избавиться. Знаешь, как я его уже сильно люблю? Я знаю. Я знаю. Мам. А я была желанным ребенком. Ну... Вы с папой меня ждали? Да. Конечно. Ну что ты. Мы... Мы с папой тебя очень-очень ждали. Папа тебя очень любил. Просто ты была маленькая. Ты не помнишь. А если бы он сейчас был жив, мы бы так жили. Пошли-пошли. Пошли. Пошли. Ку-ку, Горд. Пока. Гордик. Прошу. У нас все хорошо. Ну, что, на связи? Угу. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Пока-пока. Пока-пока-пока. Пока. Домой. Пошли. Да? Не спишь еще? Нет. Лежи, лежи. Я недолго. Ты уж прости, но я ваш разговор на кухне услышала. Спасибо тебе, что правды не сказала про моего сына. Я ведь знаю, как он на тобой измывался. Как вы с Леркой на улице ночевали, когда он буянил. Соседи все рассказывали. Своих детей всегда защищаешь, оправдываешь, какие бы они ни были. Прости меня за все. За то, что так относилась к тебе. Просто свою боль за этим прятала. Анна Борисовна, я все понимала, правда. Эта дарственная на квартиру. На твое имя. Ты сама положи, чтоб знала, где лежит. Не надо, пожалуйста. Не нужно. Я знаю, что я делаю. Мне так спокойнее будет. И спасибо тебе за твою доброту, дочка. Народ! А ну давайте все сюда. За получкой. Быстренько. Пока я добрая. Держи. Спасибо. Тебе. Спасибо. Стоит он. А тебе не надо? Не надо тебе? Давайте, давайте. Спасибо. Мань. Что с Ваней забыла взять? Чего не забыла? Я еще в своем уме. Тебе сейчас нужнее. Убери. Спасибо. Лю, чего еще опоздала? Мы в опеку с Ваней с утра ходили. Документы подали. Сейчас нас проверят и будем ребенка забирать. Так Ванька согласилась? Да, если б ты знала, как он от радости прыгал, когда я ему предложила. Оказывается, он мне сам давно хотел это предложить, но боялся, что я ругаться буду. Ну вообще, ну как это? Вот муж, а совсем не знает, какая я. Да все он знает. Он не знает. Ты не представляешь, мне уже снится. Меня во сне мамой называют. Мама. 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 Где этот гад? Сюда иди, быстро. Деньги отдал? А сейчас с чего? Я тебе чего? Девочку упрашивать, а? Свободен. Ты офигела? Иди, пока я у тебя аванс не забрала. А эти я нормальному электрику заплачу. За то, чтобы он с тобой тут все переделывал. Да пошла ты! Че? Ну, народ, че делать будем? Надо нового электрика искать. Гард! 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 Хороший, Гард. Ты мой хороший. Люба, как же я рад тебя видеть. Я знала, что вы тут будете гулять и... В общем, после работы решила зайти. Я буду потихоньку отдавать долг. Вот тут не все, ну, частями как смогу. Люба, это ты меня обидеть хочешь, что ли? Ну, я ж должна. Я ж сказал, ты мне. Ничего не должна. Лучше расскажи, лучше как дочь. Выписали из больницы, что? Да. Да. Еще на той неделе. У нас все хорошо. Ну, вот и хорошо. А как ты живешь? Есть новость у меня хорошая. Лена разрешила мне встречаться с детьми. Благодаря тебя, конечно. Да ты что, я так рада. Да, Маргоша сегодня спрашивает. Тетлюв, тетлюв. Понравилась ты ей. Ну, большой привет ей от меня. Я передам. А может по шурме, а? Ну, как всегда. Ну, а что, я сегодня еще не ужинул, например? Наверное, я... Я поеду, потому что мне еще через весь город ехать и... Просто я хотела. Поехали. 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 Девушка, у вас телефон звонит. А? Телефон звонит. Спасибо. Алло, Лера, что? Что это с бабушкой? Лера, что случилось? Мам, смотри, кто приехал. Анна Борисовна, Люба, арбуз, дыня. Дыня. Так вот, телефон-то у меня украли, а я все время с отцом в больнице. Пытался тебя найти в соцсетях. А я идти и удалилась, чтобы меня не нашел. Ну, вот. Слава Богу, из больницы выписали. Я купил билеты к вам. Слушайте, а можно я ему позвоню? Хочу познакомить вас. Ну, конечно. Он что, по видео звонить будет? Я не знаю. Лерка, что у меня с голомбой? Все хорошо. Что такое слово? Во. Салам алейкум, Атаа. Сынок, как ты добрался? Все хорошо. Папа, это моя Лера. Здравствуйте. Здравствуйте. Доченька, ты очень красивая. Да. А это вот Люба, мама. Здравствуйте, мама. Очень приятно. А это бабушка Леры. Анна Борисовна. Здравствуйте. Очень приятно. Храни вас Аллах. Я живой благодаря вам. Мне Самир все рассказал про деньги. У меня будет сын. Ты скоро станешь дедушкой. Это здорово. Я теперь буду жить сто лет, чтобы увидеть детей моего внука. Вы когда приезжаете, а? Смотри, свадьбу играть будем здесь. Все приезжайте. Бабушка, мама. Всех встретим, сынок. Я заработаю денег, и мы все приедем. Будем играть свадьбу у нас. Все. До свидания, папа. До свидания. Все, папа. На связи. А что-то я не поняла, когда ты меня замуж позвал. Лера. Да. Деловой такой. Лера. Будь моей женой. А по-французски можешь? Я хочу быть с тобой вечно. Она согласна. А теперь мне надо в общежитие. Никаких общежитий. Ты будешь жить здесь. У Леры своя комната. Мы к вам лезть не будем. Ты наша семья, и никаких общежитий. Баб. Самая-самая-самая-плее-самая. А у тебя какие-то другие, что ли, есть? Нет. Да, конечно. Самая-самая. Если бы ты знала, как мы тебя здесь все ждали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ладно. 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 на два дня! Сам иди туда! Совсем оборзели? Чё ты орешь? Чё ты совсем? Всем привет. О, привет. А ты ещё так рано. Опять из дома выгнали? Мань, электрик ещё нужен? Любка, мне вот сейчас совсем не до шуток. Самир, заходи! Ну что? Не ждали? Ты наш спаситель! Итак, начнём с самых простых вещей. С контуров. Извините меня, пожалуйста. А у вас на сайте написано, что вы портреты учите рисовать? Ну, это месяца через три, не раньше. Сначала азы. Не-не, мне это не подходит. Вы понимаете, у меня цель, и как бы я к ней иду. Я готов заплатить. Ну, об индивидуальных занятиях мы можем договориться в частном порядке. Давайте договоримся. Ну, а за человек? Вы тут не один. Извините, ради Бога, меня просто горшок не интересует. Господа, давайте мы обойдёмся без конфликтов. Сейчас у нас групповые занятия, всё по расписанию. У меня будет свободное время в два часа дня с двух до семи, если вас устроит. Я буду в три. Итак, контуры. С утра ездили в детский дом. Из опеки позвонили, предложили познакомиться для начала с детьми. Типа присмотреться. Как к нам приезжали, ты помнишь? Ну, конечно, помню. Мальчишка один понравился. Рыженький. Просто чудо какое. В эти выходные берём погостить. Люб, страшно-то как, а? Я понимаю. Ну, кто его знает, как он вырастет? Вот какие у него родители были, а? А вдруг алкоголики? Или вообще бандюры? Маня, теперь вы будете его родителями. Как воспитаете, таким и вырастет. Да? Люб, вот умеешь ты мозг вправить всё-таки, а? Ой, твой-то глянь, какой старательный. Самирка, на свадьбу-то позовёшь или зажмёшь свадьбу? Нет, Маня, не позову. Мы здесь свадьбу праздновать не будем. Мы ко мне полетим. Я отцу пообещал. Чё? Ты тоже поедешь с ними? Конечно. Но это ещё не скоро будет. Лера, может, уже даже родит. Сколько денег-то надо? Да вы на одни билеты потратитесь. А день рождения, значит, твой зажмёшь, да, опять? Люба, у вас что, скоро день рождения? Ха-ха, нормальный зять. У тёщи юбилей скоро? Сорок лет через две недели. Ничего не знает. Ой, подумаешь, события. Я и так никогда его не отмечаю. Вот я об этом и говорю. Хоть бы раз глянула на всю катушку. Ага, надо сделать праздник. Да, сорок лет не отмечают. Люба, ты чего? Вообще не понимаю, какая разница, тридцать, сорок. Надо благодарить Всевышнего за каждый прожитый день. Ах, да. А мы хоть раз нормальный плов пожрём. Я за. Я за. Люба, Люба, не дури. Ты один раз живёк. Ты заслужила. Слушайте, это какие-то глупости. Давайте работать. Люба. Не-не-не-не-не. Уехала средняя линия совсем. Надо поправлять надо. Карандаш просто так неудобно. Я понимаю, да. Поправляем, поправляем. Нет, это очень жёстко. Помягче немножко надо. Ну, может, хватит на сегодня? Завтра закончим. Нет. Ещё разочек попробую. Хорошо. Аккуратнее. Ну, если вам так нужен этот портрет, может, я нарисую, а вы скажете, что это вы сами. Нет. Я должен сам. Аккуратнее. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мам, ты спишь? Мам, выйди на кухню, мы тебя ждем Ой, десятый час, я проспала, да? Давай скорее Поздравляем! Поздравляем! Ура! Ой, какая красота! В воду поставить надо! Ой, я сейчас вазочку принесу Давай Садитесь, Люба, садитесь! Анна Борисовна, как вы себя чувствуете? Нормально все Просто ребята стол накрыли, цветы подарили, а я еще без подарка Ну, бросьте А я знаю, что я тебе подарю Так А чего сидим? Почему не едим? Давайте, налетайте! Что вы задумали? Сейчас все узнаешь Нет, вы знаете, меня не устраивает Ни график не устраивает Потом с отпуском не решено ничего Сколько я буду это терпеть, понимаете? У меня как бы свои дела, свои проблемы Анна Борисовна, дорогая Что на этот раз? Покрасимся? Нет, сегодня я привела к тебе свою дочку Прошу Здрасте Сделай так, чтобы она была самая красивая Анна Борисовна, зачем? Здесь, наверное, очень дорого Могу я позволить себе хотя бы раз в жизни порадовать невестку? Ну, в принципе, интересно Есть с чем работать Слушай, давай, вот так Куда, покажи, а то мы не поймем Куда, хорошо Ой, помощник Что ты начнешь? Вот так Серега, как же мы из него-то, а? О, я давай Сейчас приеду, все равно Так, дабачком Вот так Ага, есть Поможешь, как надеть надо? Красота должна быть Так Ну что, вроде все Все, стоим 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 Ну как? Вера Какая ты красивая Ты смотри Давай, помогай Давай 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 Так Это я даже знаю Это мне Это мне Это мне, давай Я даже помогать не люблю Все, я готов Я готов Давай сюда Сладенькое Вот сюда. Арбуз. Так. Все, ну красота. Ну да. Он меня сегодня мамой назвал. А Ваню папой. Люба, ну я не хочу его туда отдавать. Ну почему они так тянутся с сыновлением? Еще целый месяц ждать. Ну потерпи, ну потерпи чуть-чуть. Думай лучше о том, какая вас ждет жизнь с сыном. У него все самое лучшее будет. Я его в МГИМО устрою. Все завидовать будут. Гарт! Господи! Гарт! 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 Это ты? А что ты тут делаешь? Здравствуйте всем. Здравствуйте. Здравствуйте. Прости, Люба, что я без приглашения. А как ты узнал? Да мне подсказали. Да мне подсказали. Можно я скажу? Скажи. Люба, я раньше думал, что для мужчины главное быть сильным и зарабатывать деньги, карьера. Потом появилась ты и, не знаю, мир, что ли, как-то ярче стал. Ты помнишь, мне сказал, что если хочешь вернуть человека, нужно его нарисовать, тогда он вернется. Я хочу, чтобы ты вернулся. Мам, дай посмотреть. Мам, дай посмотреть. Ты сам это нарисовал. Посмотри. Мам, покажи. Смотри. Красота какая. Боже мой. Мам, смотри. А, Аблин. Люба, Люба, ты будешь со мной? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА УДАРАН ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СМЕингтон